Доброе утро! Владельцем которой является глава нефтяной компании «Ганвор» Геннадий Тимченко, который занимает 43 место в списке самых богатых россиян по версии журнала «Форбс». Да и неоднократный участник этих соревнований команда «Синергия» тоже непроста. Гриндером здесь числится речной олигарх Роман Троценко. И все же среди гостей этой практически русской вечеринки мне так и не удалось найти знаменитых соотечественников. Однако удалось побеседовать с главным виновником торжества, трехкратным обладателем яхтенного кубка Америки, одной из самых престижных международных регат Расселом Кутцем. Он же является изобретателем особого вида гоночной парусной яхты, названной его инициалами «РС». Несмотря на то, что его яхта класса RC-44 так мала, что на ней с трудом помещаются несколько человек, Рассел считает, что секрет успеха именно в команде. Это не про лодки, это про людей. Люди показывают фантастические результаты в этом классе. Сегодня все показали себя отличными моряками, был сильный ветер, и мы получили огромное удовольствие от гонок. Но, конечно, каждая команда при этом старалась выиграть. Сколько лет проходит соревнование RC-44? Уже четвертый раз. И с каждым годом мне нравится все больше и больше. Какой момент соревнований вы больше всего любите? Когда ты выигрываешь. Когда ты пересыкаешь финишную прямую, все радуются. Потому что это командный вид спорта, прежде всего, и это лучшее чувство выиграть со своей командой. В чем для вас прелесть в коротких гонках на яхтах? Потому что скорость заводит, и ты не можешь вдруг заснуть или выключиться. Ты должен все время держать руку на штурвале. Сколько у вас яхт? У меня несколько небольших лодок, и, конечно, есть RC-44. Я не знаю, 5 или 6. А в отпуск вы ходите на яхте? Иногда бывает, что убираюсь в море с семьей. Но чаще всего это все-таки гонки. Скажите, а где вы больше проводите время? На воде или на суше? Сейчас больше на самолете, к сожалению. Приходится летать по делам. Но обычно один день из трех я на воде. Спасибо. Было очень приятно. В следующих выпусках смотрите продолжение рассказа о светской жизни Майами.